Как вы относитесь к идее русского национализма и к современному национализму? Нет, это вы зря задаете, это есть, можете в интернете посмотреть, в передаче Лушникова я целый час или даже больше об этом говорил, но в двух словах, знаете, у нас нет, в России нет национализма. В России квазинационализм, он спущенный сверху. У нас и фашизм, понимаете, фашизм не объектив, у нас фашизм тоже спущенный сверху. У нас нет нации, но есть национализм, это все суррогаты, понимаете, какая ситуация? Чтобы был фашизм, нужен пролетариат, то есть производственная часть, у нас нет пролетариата. Чтобы был национализм, нужна нация, у нас нет нации, по очень простой причине, по теоретической. В империи не может быть нации, вот в теории, вы можете открыть словарь, это или одно, или другое. Это очень плохо, потому что нация это гармоничная некая среда, там действительно объективно меньше конфликтов, объективно. И объективно больше, так сказать, концентрированной энергии и понимания. Тоже бывают проблемы, тоже и классная борьба, но понимание больше. В империи быть не может. А мы империи, мы держимся, вот знаете, как уже последними иссохшими, так сказать, руками монстр держится. И национализм, вообще я не против, вы думаете, что я вообще против чего-нибудь? Да нет, ну дайте, покажите мне, вот, во-первых, нацию, пусть она оформится. Во-вторых, пусть эта нация что-то произведет. Да, чтобы мы не были вынуждены семена и мальков рыбных опять просить с запада. Да, пусть что-нибудь произвели, машину, хоть одну машину. Ладно. Ну, ладно, да, а откуда у нас фиат, откуда у нас все это пошло, подумайте, да? Потом, кто хочет на Ладе ездить? Многие чиновники едут на Ладе. Какие русские патриоты, профессиональные? Чечня, 95%. Что? Лада. Лада? Да. Ну, я видел в Москве чеченцев, они ездят совсем не на Ладе. Я, например, на таких машинах не езжу. Видите ли, кроме того, ведь кого нам предъявляют в качестве этих националистов русских? Один или лысый рыжий, и другой какой-то лысый рыжий, и все они картавые, и какой-то Кралин, Поткин. Показали бы мне настоящего, привезли бы там из Швеции, научили бы русского языку. Высокий, с тембром, буква Р, такая Россия, чтобы говорил. Блондин, красавец, такой вот, как у них это, они играют, варец, варец. Вот, сделали бы такого настоящего лидера русского национального движения, такого националиста. Может, я бы и пошел за таким, да? Я же, все от эстетики идет. А когда мне приходит какое-то маленькое, лысое, пляшивое, с ожирением, с ленинской бородкой. Я не помню, как их зовут, но посмотрите. Вот, которые националисты, да, русские, в интернете, по телевизору их показывают. Он же Поткин, в этом дело, что он же Поткин. И как-то у меня сомнения, у меня гложат смутные сомнения, что я должен верить таким националистам. То есть, дайте мне нормальный националист, может, я и побегу за ним в ранние этапы. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Кто не поставит, будет сосать.